Продолжение следует... О том, что в арсенале медицины для борьбы с этими вирусами, об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору» сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Анастасия Кулагина, врач-инфекционист областного гипотологического центра. Добрый вечер! Добрый! Мы сегодня хотим поговорить о таком, хотела сказать, заболевании. Наверное, неправильно. Вирусная гепатита — это не заболевание, это вирусы, да, прежде всего, наверное. И знаете, Анастасия Павловна, у многих ведь ассоциируется гепатит со словом «желтуха». То есть желтуха — гепатит. На самом деле, вирусных гепатитов, насколько мне известно, несколько. Что это вообще за вирусы? Все верно. Вирусные гепатиты — все же заболевание, да, можно сказать, которое вызывается вирусами. Вы не ошиблись, абсолютно верно. Что делают эти вирусы? Они поражают диффузно вашу печень. Вирусных гепатитов много. Это А и Е, Б, С, Д, и делятся они на острые и хронические. По поводу желтухи — это является одним из симптомов. Но не всегда у пациента протекает по желтушной форме. Есть и безжелтушные формы. И наши пациенты даже не знают, что они когда-то заболели этим процессом. Пять я насчитала. Вы сказали А и Е, Б, С, Д, да? Это основные клинические, которые вызывают поражение печени у человека. Хотя так их гораздо больше. Какие считаются более опасными? Здесь стоит поговорить о том, какой именно процесс. То есть, если это А и Е, про которые я вам уже сказала, это острый процесс. Чаще всего организм сам элиминирует вирус и пациент самостоятельно выздоравливает. Если мы говорим про Б, С и Д, то они из острого могут перейти в хронический процесс. И здесь, конечно, сложно сказать, какой из них опаснее, потому что каждый дает поражение печени. Как вирусный гепатит Б при присоединении дельта-агента, так и вирусный гепатит С. Каждый из этих гепатитов нужно лечить. Если мы произносим слово вирус, значит, всего скорее мы этим можем заразиться. Каким образом передаются вирусные гепатиты? Вирусные гепатиты А и Е относятся к кишечным гепатитам, поэтому они передаются фекально-оральным механизмом. Это значит, что через предметы обихода, через плохую воду, через грязные зараженные продукты питания. Если же мы говорим про вирусные гепатиты Б, С и Дельта, то здесь, конечно, это механизм контактный. Это можно заразиться через обсемененные предметы при повреждении кожного покрова. Это вертикальный механизм, это от матери к плоду может произойти заражение. И половой путь передачи тоже возможен. Касаемо всех пяти. Тогда, может быть, еще есть смысл задать вопрос, а как они не передаются? Ну, видите, гепатитов очень много, сложно говорить сразу обо всех. Если мы говорим про гепатиты Б и С, то они не передаются в бытовом пути. То есть нельзя заразиться от человека в домашних условиях, нельзя при объятиях, при поцелуях, на работе. Так заразиться ими нельзя. Поэтому эти пациенты в этом плане для окружающих никоим образом не опасны. Если я увидела достоверную информацию, что сейчас всегда вопросы, да, то сообщается, что эпидемический порог по количеству людей, ну, зараженных, носителей, болеющих гепатитом С, превышен почти в пять раз. То есть это уже эпидемия у нас получается. Все верно. Самарская область, если мы говорим про наш регион, да, достаточно высокие значения, которые превышают российские показатели. И если говорить о средних значениях, то в настоящий момент в Самарской области около 30 тысяч населения, зараженных вирусным гепатитом С. Это очень большие значения. Почему в Самарской области неблагополучная ситуация? Почему это не одинаково по всем регионам? Вот тут, наверное, надо вспомнить 90-е годы, да, которые были не самые удачные для Самарской области. Это, можно сказать, была как раз эпидемия наркомании Самарской области. И мы видим, подчищаем хвосты этого процесса. Поэтому наш регион очень долгое время занимал лидирующие позиции по Российской Федерации. Какое-то время он даже входил в тройку, сейчас мы уже спустились чуть ниже 10-го места, но все равно это очень высокие показатели. Я думаю, что в гипотологическом центре есть вся информация. И вопрос такой. Вот главный внештатный инфекционист Минздрава России заявила, что реальное количество заболевших практически в три раза превышает количество зарегистрированных, стоящих на учете. Вот вы назвали цифру зарегистрированных. Да, это те, кто зарегистрированы в Самарской области. А почему все-таки такая разница в три раза? Почему их на самом деле намного больше? Вы в самом начале программы сказали о том, что данные заболевания очень часто протекают бессимптомно. И огромное количество людей живут с этим вирусом, но даже не знают об этом, что у них есть вирус гепатита С. Как узнают наши пациенты о данном вирусе? Они проходят плановое обследование в поликлинике в рамках диспансеризации, они готовятся к операции, либо ставят очередь на учет по беременности. И абсолютно случайно у пациентов выявляются антитела к данной инфекции. Поэтому те цифры, которые я вам сказала, это те, кто точно знают, что у них есть вирусный гепатит. А большая часть просто не знают о этом заболевании. А вот, да, вы сказали бессимптомно. Ну, вообще невозможно, чтобы как-то человек заподозрил о том, что у него вирус? Все-таки вообще никаких проявлений не было. Опять же, смотря про какой вирус мы говорим. Давайте поговорим сейчас про гепатит С. Да, если мы говорим о гепатите С, то в остром периоде очень часто это протекает в безжелтушной форме, когда желтухи нет. У пациента есть интоксикация, выраженные проявления вообще слабость, недомогание, утомляемость, может быть повышение температуры. И чаще всего, если это безжелтушная форма, то пациент списывает это на перенесенную какую-то респираторную инфекцию, да, вирус поймал, какое-то недомогание. Если мы говорим о хронизации процесса, то чаще всего наши пациенты жалуются на слабость недомогания, тот же самый эстенический синдром. Но у кого из нас с вами не бывает слабости недомогания? Конечно. Поэтому, конечно, очень сложно заподозрить в данном случае. Сама печень не болит, в ней нет нервных окончаний, она не может давать дискомфорт пациенту. Поэтому здесь нам помогают, конечно, анализы. Самый банальный биохимический анализ крови, печёночные трансферазы, а латасат, то, что входит в комплекс диспансерного наблюдения, уже подсказывают доктору. А нет и здесь воспалительного процесса печени. То есть требуется дальнейшая диагностика? Конечно, да, ледообследование. О чём всё-таки страшен диагноз гепатит? Может, он есть и есть, и ладно. Вот, к сожалению, часть пациентов тоже так рассуждает, как вы, да, и говорит, есть, он меня не беспокоит. Вот я с ним прекрасно живу. По-другому вирусную гепатит С называют ласковым убийцей. И пациенты годами могут жить и не иметь никаких клинических проявлений. Их ничего не беспокоит. А в какой-то момент пациент переходит в цирроз печени, либо в гепатокарцином, либо в гепатокарцином, либо в гепатокарцином, целлярную карциному – это рак печени. Поэтому этот исходы вирусного гепатита С – это цирроз печени и рак печени. И если вылечить вирусную гепатит С мы можем, то, к сожалению, цирроз и рак – с этим большие проблемы. Всегда ли гепатит С ведёт к циррозу и к раку? Что может послужить толчком? Наверняка учёные занимались изучением этого вопроса, да? Здесь, конечно, иммунный статус самого пациента, его коморбидный фон, вирусная нагрузка, образ жизни и длительность процесса, как долго пациент живёт с данным вирусом. Если вирусный гепатит не лечить, он приведёт к данному исходу. Вы наблюдали в своей практике, какой период можно, хотя период заражения, наверное, не определить, да? Очень сложно. Все пациенты приходят и спрашивают, ну когда я заразился, ну где я заразился. Их беспокоит этот момент. К сожалению, тест-система, которая бы сказала, когда и где это произошло, такой нет. Мы можем лишь примерно говорить, как долго пациент живёт с вирусом, в зависимости от выраженности фиброза процесса и других клинических проявлений. И сколько вот всё-таки может это продолжаться? В среднем это 10-20 лет. Но случаи бывают разные. Иногда пациенты обращались и через 5 лет уже выявлены впервые цирроз. То есть пациенту выставляется не сразу вирусная гепатит С, а уже обнаруживается сразу цирроз либо рак в печени. Поэтому от 5 до 20 лет. Но тут мнения учёных разнятся. Какой в вашей практике был самый молодой пациент? Какого возраста? За 23-й год на базе нашего гипотологического центра мы пролечили практически всех детей с вирусным гепатитом С в Самарской области. Лечили мы детей от 3 лет. На базе нашего центра мы лечили детей с 3 лет. По причине того, что препарат, который сейчас есть, он разрешён для детей с 3 лет. Поэтому самый молодой пациент был 3 года. Ну, в 3 года же, очевидно, ещё не нанёс сам вирус удар по организму, да? Однозначно, да. Что далее печень и органы очень благодарны, регенерирующие, хорошо восстанавливающиеся. Молодой организм будет помогать, и печень восстановится пациентам. Доктор, как Вы выясняете, насколько поражена печень, насколько сильно? Здесь нам помогают современные методы диагностики. И на базе областного гипотологического центра есть уникальный аппарат, который называется фиброскан. Метод эластометрии. Он помогает определить плотность печени, определить фиброз печени по шкале метавир. Шкала метавир в себя включает F0. У пациента нет цирроза, фиброза ярко выраженного. И F4 – это цирроз печени. Прекрасный метод диагностики, который помогает сказать, как же долго пациент живёт с данным вирусом, насколько сильно поражена его печень, и как быстрее пациента нужно пролечить. Мне кажется, что сейчас, наверное, самое время спросить Вас о гипотологическом центре. Что он из себя представляет, какова его задача? Гипотологический центр располагается на базе городской больницы номер 10. С 1 марта 2023 года. В этом центре работают доктора, врачи-инфекционисты, гипотологи. Что включает наши работы? Это консультативное обследование пациентов. К нам приезжают пациенты со всей Самарской области с поражением печени. На базе нашего центра, помимо консультативного приёма, мы проводим ещё противовирусную терапию. Пытаемся излечить пациентов от данной нозологии. Также есть койки дневного стационара, где пациент может получить патогенетическую терапию. Есть процедурный кабинет, в котором можно взять необходимые анализы. И эластометрию, фиброскан, про который мы с вами уже поговорили. Это единственное учреждение такого рода для Самарской области? Всё верно. Это областной гипотологический центр, он один в своём роде в нашем регионе. Достаточно ли Вашей мощности, Вашей силы для того, чтобы такое большое количество людей наблюдать, лечить? У нас прекрасные специалисты, поэтому мы справляемся. А каким образом попадают к Вам пациенты? Пациенты берут направление в своих лечебно-профилактических учреждениях. Если у пациентов в ЛПУ есть врач-инфекционист, то он наблюдается у своего доктора. В большем количестве ЛПУ, к сожалению, нет врачей-инфекционистов. Врач-терапевт выписывает направление, пациент звонит в регистратуру и записывается, либо сам доктор на приеме может записать пациента. У нас все услуги оказываются в рамках ОМС. Я не уверена, что поняла Вас правильно. Скажите, а вот вирус гепатита С, его можно полностью изгнать из организма? Всё верно. То есть полная элиминация вируса происходит на фоне терапии, которой мы сейчас лечим своих пациентов. Зависит ли это от того, насколько рано выявлен этот вирус в организме? Или сколько он уже пожил? Терапия действует на всех пациентов с вирусным гепатитом. Вопрос, какая печень остаётся, после того, как мы элиминировали вирус из организма. То есть насколько долго нужно будет работать с пациентом, чтобы восстановить его печь? Насколько долго? В зависимости от выраженности фиброза. Опять же, если у пациента фиброз до умеренных границ, это F0 или F2, то такие пациенты снимаются с учёта после лечения пациента. Если же у пациента выраженный фиброз F3, F4, то он всё равно остаётся под нашим чутким наблюдением. А вот этот процесс, когда Вы занимаетесь лечением вируса, насколько это серьёзно и болезненно для организма? Можно ли его сравнить, например, с химиотерапией? Как вообще это проходит? С 2015 года на базе Самарского региона началась терапия препаратами прямого противовирусного действия. Это современная терапия, которая сейчас лечит во всём мире. Практически не даёт никаких побочных эффектов. Мои пациенты говорят, а я точно пью лекарственные средства? Я не чувствую никаких изменений в худшую сторону. Наоборот, они отмечают подъём сил, активность. Эмоционально они чувствуют себя гораздо лучше. Они ощущают, что они лечатся от гепатита. Может быть, это психосоматическое действие. Но всё же пациенты отмечают улучшение состояния уже на фоне самой терапии. Ну а насколько здесь важно быть дисциплинированным, как много этих препаратов? То есть вот мне хочется понять, насколько сложное лечение и от чего зависит его успех? От взаимной работы с врачом. Если у нас есть контакт с пациентом, и пациент выполняет вся эта наша рекомендация, а это регулярный приём препаратов, соблюдение диеты и питьевого режима, образа жизни, то пациент даёт очень хорошие результаты. Эффективность наших препаратов 98%. Это очень хорошие результаты. Курс терапии от 8 до 12 недель, в зависимости от выбора препарата. 2-3 месяца, и наш пациент полностью выздоравливает. Ну это, в общем, звучит вот не так страшно, скажу вам. Однозначно. Скажу вам честно. Вы сказали, зависит от образа жизни, от выполнения рекомендаций. Что в данный момент человеку нельзя? Насколько он отдаляется от обычной жизни? Насколько сложно ему выполнять вот эти все рекомендации? Я бы сказала, что он приходит к правильному образу жизни. То, к чему мы все должны стремиться, да? Это диета номер 5. Это пятый стол, который включает в себя дробное питание, 5-6 раз в день, небольшими порциями. Исключить жирное, жареное, копчёное, солёное. Всё вредное, что не очень хорошо для печени. Исключение алкогольных напитков. На фоне терапии мы строго-настрого запрещаем нашим пациентам употреблять алкогольные напитки. Также питьевой режим. То, что каждый должен соблюдать наш, не только пациент, но любой здоровый человек. Ограничение физической нагрузки. Мы стараемся пациента уберечь от травм в области печени, от подъёма большого веса. Поэтому мы стараемся уберечь нашего пациента на протяжении всей терапии, чтобы ему было комфортно и хорошо. Главное, чтобы пациент понимал, для чего вы это делаете. Однозначно. Все наши пациенты приходят целенаправленно. Они знают, что они хотят излечиться от вируса. Это самое главное. Поэтому, если мы находим общий язык, у нас получается полноценный хороший тандем, то всё у нас с пациентами получается хорошо. Я хотела уточнить ещё один момент. Вы сказали, алкоголь категорически запрещаете во время лечения. Вы знаете, во время любого лечения врачи алкоголь запрещают. И, честно говоря, уже все к этому привыкли. И в каких-то ситуациях, может быть, это и не так страшно. Чем страшен алкоголь в случае лечения вируса гепатита? Как Вы правильно сказали, при приёме лекарственных средств нельзя пить алкогольные напитки. Потому что может взаимодействие этанола с действующим веществом, который входит в состав нашего препарата. И мы не знаем, какие будут побочные эффекты у пациента. На этом фоне может снизиться концентрация действующего вещества. И препарат будет работать не так хорошо. Ещё я читала, что алкоголь активирует вирус гепатита. Не знаю, насколько это... Можно сказать и об этом. Но в данном случае мы говорим о периоде терапии. В терапии мы запрещаем. А так, конечно, пятый стол включает в себя отказ от алкогольных напитков. Особенно пиво. Это тот продукт, когда пациенты говорят, что я пиво немножко выпил. Тот продукт, который запрещен в данном случае, очень пагубно влияет на гепатоцит, на клеточку печени. Анастасия Павловна, если всё-таки уже стадия такая, что начинается цирроз или рак, вот какие шансы у пациентов? Шансы вылечиться, полечиться и прежде всего выжить, наверное? Шансы на лечение, на выздоровление от самого вируса достаточно высокие. У нас лечатся пациенты с циррозом печени. Цирроз печени бывает в трёх стадиях. Стадия компенсации, субкомпенсации, декомпенсации. Так вот, на терапию берутся пациенты только из первых двух стадий. Элиминация вируса очень хорошо протекает у таких пациентов. Избавить пациента от вируса? Да, можно. А вот вылечить цирроз, к сожалению, нет. Что такое цирроз? Это изменённая структура печени. Это замещение гепатоцита в соединительной ткани. Так вот, вернуть обратно на место гепатоцит, к сожалению, невозможно. Поэтому наша главная задача всех пациентов с циррозом в исходе вирусного гепатита С избавить его от вируса, чтобы он перестал разрушать печень. А далее пациенты должны переходить в стадию компенсации. Если они соблюдают С-рекомендации, регулярно принимают лекарственные препараты, наблюдаются у специалистов, то они живут достаточно долго. Поэтому здесь всё зависит от стадии выраженности процесса. В онкологии считается пятилетний срок выживаемости хорошим результатом, а с циррозом? К сожалению, гепатоциллярная карцинома, да, сроки не очень хороши, но и таких пациентов мы всех лечим, всех избавляем от гепатита С. Если мы говорим про декомпенсированные циррозы, то сроки 5-10 лет. Если же пациенты с компенсированным циррозом, это состояние, в котором пациент чувствует себя очень даже неплохо, то продолжительность может быть и 20-30 лет. До недавнего времени считалось, что шансы вылечить вирусные гепатиты ничтожны. Сейчас Вы сказали, что используется новая схема лечения, да? А вообще, насколько быстр прогресс в области лечения гепатитов, как быстро всё меняется, и много ли нового, даже если судить по тому времени, которое работаете Вы? Всё верно. Ранее пациентов лечили интерферонами, и первый этап, который был, это были короткие интерфероны. И здесь был более длительный курс терапии, не такая высокая эффективность, около 50%, и большое количество побочных эффектов. Далее было следующее поколение, это были уже пигелированные интерфероны. Курс терапии тоже был достаточно длителен, это 24-48 недель, то есть это полгода-год практически, и огромное количество побочных эффектов. И вот с 2015 года появился третий класс, это препараты прямого противовирусного действия, которые включают в себя очень много разных препаратов. Препараты открываются и далее. Только на базе нашего гипотологического центра мы используем 4-5 препаратов, и это не предел. Это зарубежные препараты? Препараты зарубежные в основном. Хотелось бы вот ещё, чтобы и наши... Они сертифицированы все в России абсолютно, поэтому очень хорошо работают. Сегодня пациенты могут прочитать информацию в интернете про своё заболевание, узнать там какие-то подробности. И, конечно же, не секрет, что существуют хорошие лекарства. Я знаю, что есть такая практика, когда пациенты заказывают несертифицированные лекарства из-за рубежа, кому-то могут привезти. И начинают вот это лечение. Скажите, ваше отношение к этому? На базе гипотологического центра мы не работаем с такими препаратами. Мы работаем только с проверенными сертифицированными препаратами, которые не дают побочных эффектов, и мы знаем их результаты. Когда пациенты самостоятельно приобретают лекарственные средства, не через аптечное звено. Они не знают, что находится в этой упаковке, какие будут побочные эффекты. Часто делают это без врача. И, к сожалению, мы видим отрицательные эффекты. В последнее время в гипотологический центр стали обращаться все чаще пациенты с перелечиванием. Это значит, что они самостоятельно попытались купить какой-то препарат. Начали лечиться, и эффекта нет. Вирус не ушел. И они приходят к нам, просят помощи. К сожалению, эта группа перелечивания, она очень сложная. И сложная финансово. Потому что сроки увеличиваются в два раза. Пока не очень большая группа на перелечивание, так как финансирование уже в два раза увеличивается. А курс нашей терапии и так стоит около полумиллиона рублей. Так вот, посчитайте, сколько на одного пациента будет тратиться из группы перелечивания. Поэтому я бы настоятельно рекомендовала, если у пациента есть вирусная гепатиция, сначала обратиться к сертифицированному специалисту, к врачу-инфекционисту, в наш гипотологический центр. Обсудить все варианты, а потом уже решать, как и что делать. А этот процент людей, которые так лечатся, надеюсь, невысок? Тут сложно сказать. Это же никто не отмечает, да? Никто нигде не регистрирует. Поэтому мне ответить на этот вопрос корректно не совсем удобно. Скажите, с какими вирусными инфекциями гепатит зачастую идет параллельно? Здесь можно поговорить про вирусный гепатит B с дельта-агентом. Мы с вами в самом начале говорили, что есть вирусный гепатит D. Так вот, вирусный гепатит D, он немного изменен. В чем его особенность? Он живет у пациентов только с вирусным гепатитом B. К другому, любому пациенту, у которого нет гепатита B, он присоединиться не может. Поэтому здесь есть такое понятие, как коинфекция, когда в организм человека сразу одномоментно попадает два или три вируса. И вот это вирусные гепатиты B с дельта-агентом. Пациенты с вирусным гепатитом B живут очень достаточно комфортно, наблюдаются у специалиста, смотрим за вирусной нагрузкой, не приносят вирус большого разрушающего эффекта на печень. Как только присоединяется вирусный гепатит D, процесс фиброза печени очень быстро активизируется. Такие пациенты очень быстро уходят в цирроз печени. Это, наверное, одна из таких коинфекций. В Самарском регионе, конечно, коинфекция – это ВИЧ-инфекция, к вирусному гепатиту С. Это связано, конечно, с тем, что это один и тот же механизм передачи, про который мы поговорили. Что это либо половой путь передачи, это либо контактный путь передачи, либо вертикальный. Один и тот же механизм. Вследствие этого пациенты очень часто заражаются в один момент. Ну и, наверное, завершая сегодняшний разговор, просила бы вас еще раз порекомендовать, как уберечь себя от, ну, если не от заражения, то как вовремя обнаружить вирус, что нужно делать, как часто и какие анализы можно сдавать. Я каждому своему пациенту говорю, что для себя любимого раз в год нужно обратиться в свою поликлинику и пройти диспансерное наблюдение. Общий анализ крови, биохимический анализ крови – это первый этап, который подскажет, что с пациентом что-то не так. Если доктор заподозрит, что у пациента есть измененная структура печени, ее нарушение функции, то он назначит маркеры на вирусные гепатиты, Б и С. Также хотела бы порекомендовать делать УЗИ органов брюшной полости, посмотреть, что со структурой печени, как страдает поджелучная железа, есть ли изменения в селезенке, что опять же приведет к тому, что надо задуматься, а нет ли здесь воспалительного процесса. И если все-таки анализ покажет, что есть маркеры к вирусным гепатитам, то обязательно нужна консультация врача-инфекциониста. Мы всегда рады видеть всех пациентов в нашем областном гипотологическом центре и оказать им самую лучшую помощь. На самом деле ничего сложного раз в год диспансеризация и УЗИ. Конечно. Благодарю вас за участие в программе. С вами увидимся ровно через неделю. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин